Ух, как пахнет! Ух, как пахнет укроп! Самое сложное еще предстоит на мангале. В конце концов, какая может быть любовь, если человек хорошо не кушает? Надо питаться хорошо. Смотрите, какие продукты. Сыр сулгуни, укроп, чесночок, бакинские помидорчики. Все это отличная закуска, которую я убедительно прошу не путать с едой. Но чтобы вот эти продукты превратились в еду, да не просто в еду, а в кебаб, читай, шашлык, мне не хватает только одного ингредиента, тесто, которое я прямо сейчас и замешу. Вот беру 0,5 кг муки. Сюда же одно яйцо. Хорошая щепоть соли и, конечно же, немного воды. Понадобится еще муки, понадобится еще воды, добавим. А пока все поставим в тестомес. Пусть замешивают. Посмотрите, видите, тесто какое хорошее получилось. Тесто должно быть примерно такое, как на пельмени. Пусть оно постоит, отдохнет, а мы тем временем займемся помидорами, чесноком, укропом и сыром. Уже много лет с нашего семейного стола нисходит очень популярная, очень вкусная закуска, быстро замаринованный пикантный помидор. Как мы ее готовим? С небольших помидоров вырезается крышечка, так, чтобы образовалась воронка. В эту воронку мы насыпаем щепотку сахара. Знаете, зачем сахар нужен? Для того, чтобы помидор внутри забродил. Когда помидор забродит, его содержимое внутри станет, можно сказать, что жидким. И тогда в эту жидкость просыпется смесь укропа, рубленого чеснока и соли. Соль остановит брожение. И внутри образуется вот этот вот очень вкусный, очень ароматный сок. Помидоры 2-3 дня стоят в тепле, а потом уходят в холодильник. Но в холодильнике им недолго жить осталось. Съедают эти помидоры очень быстро. Однажды мне сообщили, что ко мне должен прийти, можно сказать, что великий, знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица, которого я, между прочим, очень люблю. Я хотел бы сказать, что я вырос на его фильмах, но это не так. Конечно, вырос я на фильмах других, а его фильмы я полюбил относительно недавно. Знаете, какие они? Они вот такие же яркие, как эти помидоры. Они с перчинкой, они с чесноком, там внутри них что-то тоже бродит. Я подумал, что как здорово было бы угостить Эмир Кустурицу, помимо прочей еды, помимо прочих блюд, вот такими маринованными помидорами. Ну, помидоры должны мариноваться 2-3 дня. А Эмир Кустурица должен был прийти вечером. Тогда я вспомнил очень простое правило, что то, что в кулинарии происходит за 2-3 дня при температуре, скажем, комнатной, плюс 20-22С, происходит буквально за 10-15 минут, если продукт нагреть. Я вспомнил о том, что в его любимой Югославии, точнее, Сербии либо Боснии очень популярен сыр точно такого же типа, как на Кавказе, молодые рассольные сыры. Вот у меня здесь грузинский сыр, сулгуни называется. И я подумал, а почему бы сулгуни не соединить с помидором и не нагреть? Где? Как? В печи? Нет, я пошел дальше. Я решил это сделать на мангале. Чтобы узнать, как, не переключайтесь, оставайтесь с нами до конца. Все самое интересное только начинается. Помидоры я буду резать по экватору, вот так, примерно напополам. И вот эту сочную, очень сочную, такую вкусную водянистую часть буду, можно сказать, что убирать. Потому что, когда помидор откажется на мангале, все это вытечет, потечет и испортит всю нашу прекрасную идею. Вот эту красоту я выкидывать ни в коем случае не буду. Это мне завтра пригодится. Но буду что-то там жарить, понадобятся какие-то томаты для обжарки. Вот они у меня есть. В том блюде, которое я готовлю сегодня, они бы мешали. А в том блюде, которое я собираюсь готовить завтра, они вполне уместны. Зато посмотрите, как много помидоров у нас еще осталось. И кебаб, который я задумал, получится очень сочным. Уверяю вас, я теперь в каждую половинку помидора по щепотке сахара. Зачем? Чтобы узнать, зачем. Вот будете готовить такой шашлык, будете готовить такой кебаб, вы возьмите, в половину насыпьте сахар, а в половину нет. А потом сравните, попробуйте и узнаете, стоит ли слушать советы Сталика Ханкишиева. Ну, посмотрите, помидоры сейчас вкусные, сейчас чудесная пора. Все вызревает в открытом грунте, под солнышком, но все равно они кисловаты. И сыр кисловат, вот поэтому по щепотке сахара в каждый помидор обязательно надо. Вот чеснока у меня достаточно. Смотрите, это, наверное, даже больше, чем одноголовка. А укропа маловато будет, еще порубить надо. Ух, как пахнет! Ух, как пахнет укроп! Вот теперь довольна укропа и смешаем его с чесноком прямо здесь, прямо на доске. Теперь посчитаем. У нас был практически килограмм помидоров. Ну, 100-150 грамм ушло из сердцевины. Мы возьмем, наверное, грамм 500, а может быть и 600 сыра. Сколько соли необходимо? Вся соль у нас будет вот здесь, в укропе, в чесноке и красном остром перце, который я прямо сейчас добавлю. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, для того, чтобы дружи и миру кустурицы не показалось пресно. Вы знаете, мне посчастливилось угощать очень многих талантливых, знаменитых людей. И вот я обратил внимание, что все по-настоящему талантливые люди хорошо понимают в еде, любят покушать вкусно и кушают очень красиво. Я в тот день приготовил еще азербайджанскую дауму, но не в виноградных листьях, а в болгарских перцах, помидорах, баклажанах, такое ассорти. И Милку Суллица два раза попросил, говорит, да еще, да еще. Но вот это он и его команда ели до тех пор, пока у нас не кончился весь сулгунь. Мы потом стали добавлять какие-то европейские сыры, что-то типа Мааздама. Я сам попробовал, и получилось нет, невкусно. Именно молодые рассольные сыры подойдут сюда лучше всего. Ну вот и все, можно начинять. Значит, берем по хорошей такой чайной ложечке и в каждую половинку. Супер, очень вкусно. Рецепт этот я придумал 12 лет назад. 7 лет назад я опубликовал вот эту книгу, которая называется «Мангал». И разумеется, поделился этим рецептом. Вот он, кустурица кебаб. И даже в этой маленькой книжке-малютке, которая называется «Шашлык», где только рецепты, а издана она на моющейся бумаге, этот рецепт тоже есть. Потому что я знаю, что его очень полюбили многие. Я видел в YouTube, как самодеятельные повара его готовят, радуются, благодарят меня за этот рецепт. К сожалению, видел даже как один повар, который называет себя профессиональным, выдумывает сказки о том, как он придумал этот рецепт. Но сегодня я значительно улучшил рецепт, опубликованный в книге. Когда вы прочитаете, как написано в книге, и когда вы сравните с тем, как я сделал сегодня, вы поймете, в чем разница. А сейчас нам некогда об этом разговаривать, нам еще сыр резать надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь самое интересное. Будем нанизывать помидоры и сыр. Посмотрите, какая моя задумка. Я беру половину помидора, я кладу сверху кусочек сыра, а сверху него вторую половину этого самого помидора. Вот так. И все вместе это нанизываем на шампун. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Вот когда я придумал этот рецепт 12 лет назад, я насаживал помидоры и сыр абы как. Ну, казалось бы, абсолютно простая и логичная идея посадить сыр промеж двух половинок помидора. Ну, почему она пришла ко мне только сейчас? Все-таки опыт и накопленные знания дают свое. А теперь будем заниматься тестом. Знаете почему? Догадываетесь? Да потому что если вот так поставить эти помидоры и сыр на мангал, то весь сыр окажется в мангале, в угле, будет нехорошо. Мы его сейчас в тесто завернем, в тоненькое тесто, раскатанное как лаваш. Субтитры сделал DimaTorzok Начинаем раскатывать. Тесто-раскаточная машина у меня электрическая. Конечно, можно скалкой, но я же знаю, кто будет готовить этот кебаб. Ну, не женщины же будут в конце концов готовить, будут мужчины, для которых скалка сущие наказания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы догадываетесь, что будет дальше? Я сейчас буду брать эти кебабы и заворачивать в рулоны тесто. Краешки только обрежу, чтобы было посимпатичнее. И тесто необходимо смазать маслом, чтобы оно получилось как бы слоями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Не очень просто выглядит, да? Но самое сложное еще предстоит. Самое сложное будет на мангале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не забывайте смазывать тесто маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, если слегка приподнимать шампур над тестом, не просто катить по тесту, а немножко приподнимать, то тесто как бы очень плотно обжимает начинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот кусочек теста раскатался тоньше, поэтому раскатанной ленты хватит, чтобы два раза обмотать кебаб. Тем лучше, чем больше слоев, тем вкуснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, я могу вам откровенно сказать, если кто-то считает себя очень сильным кебабчи, пусть он приготовит этот кебаб. Пусть приготовит этот кебаб и посмотрит, не слишком ли трудно это будет для него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, забегая вперед, скажу, что обычно результат того стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово, можно на мангал. Я только что пожарил другой кебаб на этом мангале, правду вам скажу, и он еще очень горячий. Но для приготовления этого кебаба нужна очень умеренная температура. Я с части мангала уголь совсем убрал, но здесь очень жарко. Сам металл нагрелся и еще довольно долго будет оставлять изрядный жар. Поэтому я создал две зоны. Одну вообще пустую, без угля, просто горячий металл. А вторую зону, где уголь по периметру, по одному маленькому уголечку лежит. И то я беспокоюсь, как бы не пригорел кусту лица кебаб. Вот это самое сложное. Пропечь его так, чтобы тесто не пригорело, а сыр внутри расплавился, а помидоры закипели, а чеснок, укроп, перец, соль, все это, чтобы создало такой вкус, такой соус, такой аромат. Вот это закачается. Посмотрите, видите, тесто побелело, подсохло. Все, переворачиваем. Пока та вторая сторона печется, тепло, которое накопилось на этой стороне, уходит вниз. Помидоры, сыр, укроп, чеснок, все вот это, что у нас там есть вкусного. Наверное, можно так подумать, сказать, изделие из теста, ну, с начинкой. Почему бы не использовали для этого ни мангал, а, скажем, сковородку или печку? Еще удобнее. А удовольствие? А самоутверждение? Вы не знали, что мужчины готовят не только для того, чтобы поесть, но еще и для того, чтобы самоутвердиться в глазах близких, родных, друзей, всем показать, смотри, как я могу. Так никто кроме меня не может. Вот мангал потихонечку начинает успокаиваться. И я добавлю уголек, который сложил в один край мангала. Я теперь его здесь разложу. Здесь у меня будет слабая зона, а вот здесь будет сильная зона. Да, потому что такое количество угля это уже будет давать очень сильный жир. Но я вам еще должен сказать правду, уголь у меня очень хороший. А силу жара того угля, который у вас есть, вы должны рассчитывать. Между прочим, уже пахнет начинает. Начинает пахнуть вот этим самым кебабом, кустурица-кебаб. И тестом пахнет. Вот когда лаваш пекут на саджи, вы знаете, азербайджанский лаваш, чаще пекут на саджи, нежели в тандыре. Так вот точно так же пахнет. Пахнет горячим хлебом, пахнет расплавившимся сыром, пахнет помидорами, укропом, чесноком, жизнью, радостью, любовью. Понимаете? В конце концов, какая может быть любовь, если человек хорошо не кушает? Надо питаться хорошо. Видите, одну минуту стоило о любви поговорить, он уже зарумянился. Хорошо, у меня опыта много, я вовремя переверну. А вы не забывайте, лучше в два раза чаще переворачивайте, чем пригорит. Ну как, симпатично получается? Еще бы! Буквально несколько дней назад меня в Чечню пригласили. Там проходил марафон, там проходило соревнование между поварами кавказских кухонь. И приехали на это соревнование в том числе наши соседи, грузины. И передали мне, чтобы я попробовал. Я там плов готовил, мне некогда было. Но они передали мне, чтобы я попробовал кебаб сулгуни. Хороший кебаб. Спасибо. Если честно говорить, то прежде чем я придумал вот этот кебаб, я о том кебабе сулгуни слышал, но я никогда не видел, как он готовится. И разумеется, никогда его не пробовал. Теперь я вот что хочу сказать. С соседями принято делиться самым лучшим. Дорогие товарищи грузины, я вам советую, вот так готовьте. Не просто сулгуни, а с помидорами, с укропом и с чесноком. Ну, если захотите назвать его кустурица, кебаб, который придумал Сталик Ханкишиев, называйте. А нет, просто так готовьте и ешьте. Лишь бы у вас аппетит был приятный. Я работаю для всех хороших людей, а не для людей одной национальности, пусть даже очень родных. Так, ребята, знаете что? Сыр кипит внутри, течет вниз мангал, пахнет невероятно вкусно. Но я бы еще любовался этим запахом. Я, может быть, еще жарил этот шашлык, хотя, в принципе, тесто готово. Все, что внутри можно было бы есть и сырым, но оно не сырое, оно очень хорошо приготовленное. Пошли за стол, попробуем, как оно получилось. Вот он, настоящий кустурица кебаб. Что называется, остерегайтесь подделок. Посмотрите, как он должен выглядеть. Ну, давайте сначала вот это снимем аккуратненько. Давайте снимем и разрежем, посмотрим, что там внутри. Хлеб хрустящий. Видали? Видали? Еще раз. Вот оно как. Так, слушайте, кто там про эти пиццы говорил? Кебаб, кустурица кебаб. Честное слово, мне это самому так нравится, так нравится, что я уже просто очень тороплюсь, как можно скорее оказаться за столом с друзьями, с нашей съемочной группой, с которой мы неразлучны много лет. Но теперь у меня еще так много новых друзей, которым я хочу сказать, дорогие друзья, вы не забывайте, пожалуйста, наш канал. Не забывайте, что здесь каждую неделю появляются новые, шикарные, роскошные рецепты, пропускать которые просто глупо. А вот приготовить такой кебаб, собрать гостей, садить за стол и сказать приятного аппетита, это всегда очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА